Мы проводим такое огромное и важное мероприятие. Вот здесь тот вопрос, который сформулирован нашими народными депутатами. Считается ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных, суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? А здесь, как мы видим, два ответа – да и нет. То есть это активная форма бюллетеня, и каждый должен свою волю высказывая, зачеркнуть – или да. Все больше людей говорят «да» референдуму, «да» Союзу. Тем самым они делают ставку на единство, стабильность, экономическую мощь, на международный авторитет государства, на сохранение и обновление Союза. Сейчас уже вопрос стал, вообще-то, ребром быть Союза или нет. Я вообще-то за Союз. Я буду голосовать за единый наш дом – Союз Советских Социалистических Республик. Союз должен остаться Союзом. Должен быть Союз, потому что это мощь, кулак единый, когда будет все вместе. А если между Союзами, между республиками, тогда, как говорится, будем мы слабые все. Простите, пожалуйста, за что вы голосовали? За Союз или против? Да, за Союз. Простите, пожалуйста, а вы за что голосовали? За Советскую власть. Депутат СССР Анатолий Иванович Лукьянов. Впервые таким демократическим инструментом воспользовалась страна для выявления общественного мнения. Большинство участвовавших в референдуме поддержало Союз. Участвовало в голосовании 147,5 миллионов человек. Проголосовало за Союз. Сказали Союзу «Да». 112,1 миллиона советских граждан. Это 76,3 процента всех принимавших участие в референдуме. 76,3. Нет, Союзу сказала 32,2 миллиона человек или 21,8 процента. Теперь любителям выступать от имени народа в целом будет труднее. Ясна воля большинства населения. В доме кино. Он считает необходимым вот этой коалиции антикоммунистических, антисоветских сил, которую он собирается возглавить, начать войну против руководства страны. У самой трибуны я внимательно вслушивался в речи, искренне желая рассказать в этом репортаже о конструктивных предложениях митинга. Но над всем давлело «нет». Нет президенту и правительству, нет нынешнему съезду народных депутатов страны, нет на вопрос референдума. Ну хорошо, разрушим все. А что затем? Станет ли после этого наша жизнь более разумной, достойной? Наконец, просто более сытой? Ответ на этот вопрос, не даже сам вопрос, так и не прозвучали на митингах. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 в Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового союзного договора, ибо от того, каким станет союз, будет зависеть судьба многочисленных народов нашей великой Родины. Мы выступаем за последовательную политику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию. Бездействовать в этот критический для судеб отечества час, значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Сегодня утром на улицах Москвы появились танки и бронетранспортеры. Техника двигалась к центру Москвы. Армия действовала сегодня в Москве быстро, и буквально за час-полтора танки, бронетранспортеры, БМП и другая военная техника прочно обосновались вокруг Кремля, на Манежной, у Большого театра, Моссовета, Верховного Совета России и на важнейших магистралях города. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР опубликовал обращение к советскому народу. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества. Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой. Как же восприняли обращение руководства страны, рабочие столицы Литвы? Ну, лично я это восприняла очень и очень положительно. Я вообще считаю, что это сделано довольно-таки поздно. Все это надо было делать гораздо раньше. Введение этого чрезвычайного положения, это я считаю своевременно. НАТО провело в Брюсселе срочную встречу. Президент США Буш, премьер-министр Великобритании Мейджор, канцлер Коль в своих публичных заявлениях указали на неконституционность действий Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. Сегодня приняло решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг. Сегодня ночью в Москве был демонтирован памятник Держинскому. По последним данным памятник будет пущен. Сегодня в первой половине дня состоялась встреча Горбачева и Ельцина. Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. На завтра назначена сессия Верховного Совета Украины, на повестке дня которой ликвидация всех военно-коммунистических структур и провозглашение Украиной полной независимости. Обсуждая возможности сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, мэр Ленинграда Анатолий Собчак заявил президенту банка господину Атали, что западные инвеститоры могут рассчитывать на то, что им в качестве гарантии их вкладов будут проданы некоторые наши заводы и предприятия. Они смогут купить землю и организовать на ней производство, которое затем будет передано им в собственность. Анатолий Собчак выразил также надежду на то, что теперь, когда партийные структуры должны будут отойти от власти, препятствий для сотрудничества не будет. Шесть лет морочили голову, обманывали перестройкой. Пусть бы Горбачев сказал бы в 85-м году, что в 95-м году перестройка закончится развалом государства, расчленением, гибелью людей. Ну кто бы ему поверил тогда? Пришла другая команда, которая выполнила задания определенных зарубежных органов, которым понадобился именно вот такой сценарий. Убрать правящую партию, распустить КГБ, убрать верхушку армии и расчленить государство. Отличный сценарий. Все. Нет больше Великого Советского Союза, нет Великой России, мощной державы, есть кучка враждующих между собой обозленных республик. Президент страны подписал сегодня указ об утверждении программы приватизации на 92-й год. Президент действительно сегодня утвердил ключевой документ, который, по сути дела, означает начало широкомасштабной приватизации в нашей стране. Приватизация в России до 97-го года вообще не была экономическим процессом. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Эту задачу мы решили. Россия поставила окончательный срок начала либерализации цен – 2 января. Согласно самым предварительным расчетам, цены после того, как станут свободными, повысятся минимум в 3-5 раз. Напомню, с нового года минимальная зарплата устанавливается в размере 342 рублей. По разным курсам на разных биржах это составит от 1 до 3 долларов. По данным ВЦИОМ, в разряд малообеспеченных попадет примерно 80% населения. 8 декабря Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписывают заявление глав государств об образовании сотрудничества независимых государств. Итак, российский парламент ратифицировал сегодня соглашение 3. Несмотря на то, что по конституции самой России такое решение может принять только Съезд народных депутатов. Остается вспомнить популярную в свое время фразу «Цель оправдывает средства». Содружество создавалось оперативно, чтобы не сказать «поспешно». Задача стояла в том, чтобы освободиться от мертвых, но еще цепких объятий центра. Алматинская декларация в основном подтверждает общие принципы, принятые 8 декабря на Минской встрече. Рассматривается возможность принять американскую помощь в уничтожении тактического оружия. Ядерная кнопка передается президенту России, который может нажать ее только после согласования с главами государств участников Содружеств. Администрация Белого дома поздравила бывшие Советские Республики с образованием Содружества и выразила уверенность, что соглашение в Алма-Ате обеспечит мир и стабильность в стране. «Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка...» «Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка, малинка...» «Калинка, калинка...» Сегодня в Москве прошел митинг голодных очередей. У входа на ВДНХ собралась десятитысячная толпа. «Ельцины и Горбачевы предали страну. Вся эта демократия, которая сейчас присутствует у власти, она понимает, что наступает конец им». «Те, кто собрался вчера, 21 декабря, в Алма-Ате, они совершили государственное преступление». «Демонстрантов-то считывалось около 40 тысяч». «В общем, сегодняшние патриоты и коммунисты полны решимости и готовы любыми средствами добиться того, чего в августе 91-го не сумел добиться ГКЧП, с реабилитацией которого, по их мнению, и следует начинать возрождение великой, преданной демократами страны». «В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР». «Как сообщили сотрудники президента, у него большие планы, о которых мы узнаем позже». «Это Горбачёв. Это из-за него у нас в экономике бардак». «Да благодаря ему у нас есть пицца-хат». «Ногда ничто так не объединяет людей как хорошая горячая пицца из пиццы-хат». «Горбачёв! Горбачёв! Горбачёв!» «Майнсту, диросен Валенкриг?» «Фраг, wann die Stille тёдлитесь stieg. Den russischen Soldaten фраг, er liegt dort, wo er sterbend lag. Ул ihn ans Licht und zieh ihn an. Und weil er selbst nicht sprechen kann, фраг seinen Sohn von Mann zu Mann. «Майнсту, диросенбол? Meinstу, диросенбол? Meinstу, диросенболлентриг?» Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok